Лена, добрый день. Я очень рада тебя. Смотри, прошло три месяца, как мы с тобой встречались. Да, уже так много. Да, а мне кажется, только вчера. Почему? Потому что, да, с одной стороны, вроде давно, с другой стороны, только вчера. Почему? Потому что за это время прошло очень много событий. Но поскольку время сейчас очень быстротечно, и мы понимаем, что, да, то, что мы делали буквально вчера, уже прошло много времени. Но здесь не суть о том, что для кого далеко, для кого близко. Здесь разговор про другое. Я, во-первых, тебя благодарю за то, что ты снова откликнулся прийти в мой канал. Благодарю тебя за твою помощь, поддержку. За три месяца, когда мы с тобой в последний раз проводили эфир, у меня команда здорово выросла. То есть ко мне много людей пришло. Они поверили не только мне, они поверили в первую очередь себе, потому что ты смогла на своем примере так людям четко объяснить, что у них не возникло ни одного сомнения, верить или не верить. Понимаешь? И поскольку сейчас компания еще больше предложила возможностей, и эти возможности заканчиваются очень быстро, возможно, в следующем месяце уже будет, никакой не будет возможности, поэтому я снова обратилась к тебе как группа поддержки в первую очередь, потому что я тебя очень уважаю, ценю как финансового эксперта, как венчурного инвестора, как красивую умную женщину, да. Ну и плюс ты прямой мой наставник практически, да, тот, который помогает мне развиваться, добиваться финансовых успехов. И когда я с тобой проводила эфир, у меня на тот момент было где-то в районе там заработок, ну, до 30 тысяч долларов, да. И то есть если я скажу, что я 30 тысяч долларов заработала за последние несколько месяцев, да, то есть для людей, наверное, возникнет вопрос, а как же так, я никуда не выезжаю, я не встречаюсь с большой массой людей, я не вкладываю огромные деньги, я в ресурсе. Но тем самым за вот это время я заработала такое количество денег, и я смело об этом говорю, потому что я занимаюсь честным, легальным бизнесом, просто про этот бизнес не все знают. И тем бизнесом, который, для которых многие думают, что этот бизнес – это когда по 3 рубля купить, по 5 продать, да, то это, к сожалению, инструмент 20 века. А мы живем сейчас с вами в 21 веке, да, и есть такой инструмент, который, возможно, вам сейчас взорвет мозг. Это тех, я говорю, для тех людей, которые первый раз услышат нашу с тобой сегодняшнюю беседу. Поэтому не буду отнимать много времени, понимаю, что ты очень занятым. И я представляю тебе слово, чтобы ты коротко объяснила вообще суть проекта, да, как можно, ты знаешь, как это сделать, буквально на перекрестке человеку сделать бизнес-предложение. А потом я закидаю тебя вопросами, потому что, когда человек у меня задает вопросы, я, честно могу сказать, я немножко хочу сэкономить свое время, я просто ему отправлю наш с тобой сегодняшний разговор. И уверена, вопросы все закроются с твоей помощью. Ты согласна так? Я вообще совсем согласна. Здорово. Я знаю, что ты тот человек, который придет на помощь и ночью, и днем, и в субботу, и в воскресенье. Поэтому, Лен, я представляю тебе слово. Расскажи о том, о той возможности, которую ты когда-то сказала мне. И я тебя за нее благодарю, конечно. Ну, суть какая? Суть, конечно, это инвестиционное направление. В короткий срок получить тысячную прибыль. На каком основании, да, и откуда? Это долевое участие в миллиардном бизнесе. Что значит долевое участие? Рассказываю живой пример. Мы с тобой и еще пять человек скинулись на постройки дома, да? У тебя денег было там на три квартиры, у меня на пять квартир, ну и несколько человек там, и все. И так пока мы строим вместе дом. Дом построился, мы его все вместе продаем. То есть он отдельно не продается всей толпой, мы его целиком продаем. И каждый получает согласно своим долям, это долевое участие, смотря сколько у тебя денег было на четыре квартиры. Значит, ты получишь свою прибыль, как за четыре квартиры. То есть, ну, к примеру, ты на фундаменте инвестировала четыре тысячи долларов, а получила там 70-75 тысяч долларов. Но ты получишь тогда, когда уже на этот дом крыша поставится и подведется вся сантехника. Аналогично, такой же самый бизнес, но только в IT-продукте. Это значит, вот этот телеграмм – это IT-продукт. Это один черный проект. Он несколько лет и до сих пор создается, и до сих пор в него инвестируются. То же самое и наше предложение. Участвовать, то есть, долевое участие в суперприложениях, которые сейчас создаются, строятся, и уже чем привлекательное предложение в короткий срок получить. То есть, уже не надо там ждать, там, семь, там, пять, там, даже два года уже не надо ждать. Это уже все, вот уже происходит. Уже идут переговоры о продаже этого приложения. А это миллиардный бизнес на минуточку. Все IT-направления – это те, которые коммерческие, электронная коммерция, она более 6 триллионов оборот в год. Понимаешь? В электронной коммерции больше всего денег. Поэтому мы находимся с тобой в самом дорогом бизнесе в мире. То есть, это я не просто бла-бла-бла. У меня есть официальные источники, я могу потом скинуть, и ты предоставишь людям. Все, что самое дорогое, вот в Apple, оборот, допустим, капитализация 3 триллиона, почти 3 триллиона. Ну, нет такого бизнеса на земле, который бы была с такой капитализацией. Ну, где? Поэтому и мы с тобой находимся в таком вот бизнесе, и именно эта та возможность и то предложение, которое очень редкое, оно раз в жизни для простого человека. Потому что это идет, знаешь, как эксперимент, чтобы инвестировали в такой проект простые люди. Вот я как, да, человек, можно сказать, с завода, когда я работала на заводе, я об этом узнала. И я еще на тот момент проинвестировала. Вот три года я здесь. Вот. Раньше такого не было. Это только возможность для богатых. То есть, знаешь, это как для богатых круг для своих. Возможно, для своих. Сюда инвестировали венчурные проекты, а это венчурные проекты, да, там, друзья, там, родственники, ну, богатых, знаешь, сват, брат, вот это. Но не посторонние люди. Поэтому они и становились, и из проекта в проект они финансировали, получали тысячную прибыль. Вот чтобы было понимание. 10 тысяч долларов проинвестировал, получил там 500 тысяч долларов или 700 тысяч долларов. Проинвестировали 200, ой, 20 тысяч долларов. Все, у тебя 2 миллиона долларов. Если брать пример, не знаю, говорила я в прошлый раз или нет, просто я больше такого примера даже и не знаю, это Калифорнийский, вот, там, попечительский совет Калифорнийской школы. Они вообще 15 тысяч долларов собрали и инвестировали в СНИПЧАТ, а получили, знаешь, сколько? 240 тысяч процентов. 24 миллиона долларов. Ну, это реально, это реально. И когда, конечно, людям говоришь, вот это, они шугаются, что это такое. Я еще раз говорю, это долевое участие, долевое. Это не акции на бирже, не акции там, это не бумажки, это долевое участие. То есть мы покупаем долю готового бизнеса. Долю готового бизнеса, который уже стоит больше миллиарда, у которого уже свой центр разработчиков, разработки. Мы уже никого не нанимаем, мы выкупаем разработчиков. Ты можешь себе представить? Мы уже выкупаем разработчиков, приходят разработчики самого же самого Гугла и Яндекса, понимаешь? Разработчики из СНИПЧАТ, это вообще мировой уровень, разработчики по всему миру. Это раз, мирового уровня эти, маркетологи. И можете себе представить, это кто строит дом? Я к тому, что кто строит дом, да? Вот тебе, пожалуйста. И это те люди, кто управляет, да, кто принимает решения. Это те, которые уже финансисты, у которых уже есть такой вот опыт в миллиардной сделках. А мы кто такие? А мы просто инвесторы. Нам ничего не надо делать. Нам не надо ни смотреть ни на котировки, ни смотреть, какая там цена акций там. Сегодня упала, какая завтра, какие прогнозы, какие прогнозы вообще? У нас за 20 лет бизнес вырос от 47 миллионов до миллиардов за 5 лет, в 20 раз. И мы так вот, знаешь, вот так вот курим бамбуки и ждем. Здесь самое сложное, это то, что у инвесторов, кто инвестирует в такие, это долгосрочные инвестиции называется. Долгосрочные. То есть такие инвестиции, долгосрочные, это называется, значит, вот именно как раз и называется слово инвестор. Потому что инвестировал, прибыльный бизнес, который растет, он ждет, доли его растут в цене. И все, и этот бизнес раз, и перепродают, ну продается. То есть мы с тобой сейчас владеем долями, да, и на 44 миллионов, ой, миллионов, 44 тысячи инвесторов. А владеть будет один, кто это, к примеру, это может владеть одна страна какая-то или корпорация купит. Понимаешь? Вот в чем предложение, это в короткий срок, еще пока дверь приоткрыта, успеть поучаствовать в долевом вот участии в миллиардном бизнесе и получить тысячную прибыль. Вот и все. Также, пожалуйста, первое, сколько срок, какой срок у этого проекта? То есть когда он был основан, чтобы люди понимали, то есть мы же понимаем, да, то есть если бизнес был основан вчера, степень доверия у него низкая. Когда у него есть время, значит, есть степень уверенности. Разработка, идея сама появилась вообще с 2014 года. Сама идея. Ну, идея появилась, там нужно же было собрать команду, это тоже не быстрый такой момент. Кто это будет, ну, обсудить эта идея, какая она, перспективная, нет. Вот. И потом сама разработка началась уже с 2016 года компанией «Синезис». А компания «Синезис», она запускала не один такой вот проект. Они работали и с министерством, и США, и России, вот, по защите там. И искусственный интеллект, Яндекса, понимаешь, запускали. То есть это такой уровень. Вот они начинали разработку именно как раз на тот момент назывались мыжджемфами. Вот, приложение. А сейчас уже идет, то есть все эти года было финансирование. Конечно, проект нуждался в финансировании. Ну, бизнес без денег, он же еще не будет никак развиваться. Для этого, я правильно понимаю, для этого и приглашались те люди, которые стали инвесторами. То есть на деньги инвесторов этот проект развивался. То есть мы, ты, я, мы покупали акции, и на эти деньги этот проект развивался. Правильно? Да, ну, конечно, все правильно. Да, все правильно. Это первый проект такого масштаба, в котором участвуют простые люди. Почему так сделано? Потому что, действительно, на первых этапах, в первые года это было как бы рискованно. И нам с тобой инвестировать. Потому что непонятно, как пойдет. Самый большой риск обычно в таких проектах, в айтишных, которые вот только запускают стартапы, да, на старте, это самый риск большой, это недофинансирование. Поэтому сделали такой метод, народное финансирование, пусть по чуть-чуть, мелкими инвесторами, а мы относимся к мелким инвесторам. Мелкими инвесторами, но на постоянной основе. И таким образом вот эти вот мелкие частные инвесторы довели до такого результата, вот уже 7 лет, до 8-й год уже проект, и он уже выходит на продажу. То есть до этого, с момента идеи и разработки, и до этого этапа доходит только 1% стартапов. А это Facebook, это Instagram, это Telegram, это WhatsApp, это Viber, это VK, ну, все, что вот это вот масштабное, это все 1%. Вот и все. И владеют ими единицы. У нас это все в телефоне, а весь мир 8 миллиардов, да, а владеют этими единицами. Вот и все. Поэтому запускается очень много. И на первых этапах, на двух этапах они сливаются, потому что обычно не хватает денег. А денег здесь надо не 1 миллион долларов инвестировать. Вот так вот. Ты можешь, у тебя есть такая цифра, сколько на сегодняшний день всего акционеров, и сколько инвестировано денег? То есть, чтобы понять, сколько стоит этот проект, есть такие цифры? Ну, как сколько стоит проект? Ну, смотри, 44 тысячи инвесторов из 8-9 стран мира. Далее. Инвестировано в проект 150 миллионов евро. Долевых акций, доли продано 20 миллионов. А сколько вот он стоит? Оценка, последняя оценка в прошлом году, в сентябре месяце, была, ну, просто в приложении здесь 5 кнопок, а была оценка всего лишь одной кнопки, оценка почти миллиард. Ну, если быть точным, это 931 миллионов долларов. А сейчас эта же кнопка уже около 2 миллиарда долларов. А там 5 кнопок. А вот перед самой продажей мы ожидаем оценку полностью приложения. Ну, не то, что она просто должна быть. Перед продажей она, ну, она должна быть. Вот. А сколько он стоит, вот ты говоришь, это была аудитовская оценка. А старт продажи он будет. И это уже озвучено и покупатели, претенденты, да, на покупку. Они знают, что наша стартовая цена – это 40 миллиардов долларов. Ну, чтобы было понимание, но все вот эти вот, тот же зум, да, он 109 миллиардов долларов вот стоит. Ну, а в нем, ну, только там одна функция, в принципе, и все. Вот. О нашей цене стартовой уже все, все, это озвучено не первый раз. Отсюда вытекает, откуда мы говорим про многотысячную прибыль, да? То есть легко посчитать. Если у нас есть миллионы, мы инвестируем миллионы, а продаем за миллиарды. Да, да. То есть откуда получается тысячная прибыль. То есть если к миллиону, в пределы 3 нуля, получается миллиард. Да. Правильно я говорю? Да. То есть тысяча, прибавляем 3 нуля, получается миллион. И отсюда легкая математика складывается в умах в голове, да? То есть когда ты говоришь, ребята, есть такой проект, когда ты можешь с минимальных денег, то есть когда я называю сумму минимальной, мне даже само немножко становится так, стандарно, потому что я же предприниматель, я же, когда говорю про деньги, мне всегда смешно называть маленькие, потому что сама имела бизнес и имею, да, туда, когда вход в миллион, а выход может быть минус миллион. Ну, как поработаешь, называется, да? Но в любом случае любой бизнес начинается от миллиона. А здесь ты говоришь, хочешь получить заветным миллион, тебе надо просто инвестировать тысячи. Приделай к нему 3 нуля, и будет миллион. Все, Леночка, большое спасибо. Ты прям четко сказал, откуда вот эта тысячная прибыль. Теперь у меня возникает вопрос. То есть компания изначально думала, что она будет так долго развиваться, да? Или это запланированный ход? Вот все-таки 7 лет – это время, да? То есть я говорю. Это не запланировано было. Я поняла, ты о чем. Смотри, запустили сначала. Идея была сделать мессенджер. Он запускался как мессенджер. Да, все правда. Запускался как мессенджер. Ну, сделать лучше, чем WhatsApp и Viber, потому что они работали регионально. Они работали регионально, и даже тот же WhatsApp, он без разрешения заходил на другие рынки, в другие страны, то есть не поклоняясь им, вот так в лес, вот как, к примеру, как в арабских странах, он в лес без разрешения на их территорию. Так бизнес не делается. Поэтому изначально строилась такая идея, чтобы сделать получше. Вот мессенджер, но в течение всех этих лет, до 2019 года концепция поменялась, потому что, а это и называется, что как бы вот есть риски, неактуальна, допустим, идея. И тут, благодаря тому, что просто здесь уже опытные люди, они всегда делают аналитику. Поняли, что ничем не удивишь, как такового нужно встроить этот мессенджер в торговую площадку. Это началось уже с 2019 года. Строили эту торговую площадку, маркетплейс, все, развивали и маркетплейс, и мессенджер. Потом уже в 2000, в конце 2022 году, уже поняли, это уже год назад, что что-то, чтобы закончить проект, да, такого нету. Да, мы будем первые. Но это опять долго. А тут еще вот эти вот пандемии, вот это вот все, да, и получается, что надо опять менять концепцию. Понимаешь? И получается, чтобы быстрее закончить. И проект, здесь задача такая амбициозная, и не то, что я, а надо как бы завершить проект. Здесь сколько инвесторов, ответственности большие. И получается, что уже после Нового года было принято решение маркетплейс отсоединить. Вот всего лишь, вот смотри, год назад, я сейчас даже озвучиваю, год назад у нас был маркетплейс. То есть мы доли были маркетплейсом. Все. Сейчас нет доли маркетплейса. Теперь маркетплейс сейчас, он уже будет вторым нашим проектом. За это время сделали, проверили кучу переговоров и заключили с американским венчурным фондом, который будет выводить именно нас, наш проект на переговоры, на продажу. И стратегия такая, чтобы создать инвестиционный фонд из венчурной частной компании сделать инвестиционный фонд. То есть сейчас мы регистрируемся как инвестиционный фонд для того, чтобы нас дороже продать и в нашем инвестиционном фонде там уже заявок на 6 IT-приложений, следующие, которые будем мы делать. Понимаешь? Мы как, у нас как инкубатор для фонда, он является как инкубатор для стартапа. Вот. И мы будем финансировать. Но сейчас за это время мы сделали, это опять меняется концепция, сделали ребрендинг. Вот в июле месяце уже нет информации, а Jim Space сделали ребрендинг. И вот с сентября месяца теперь ведут, прошли уже переговоры в Саудовской Аравии, через две недели едут Эмираты, Катар, Оман, короче, шести самых больших стран Ближнего Востока. Идут переговоры уже у продажи. И попутно в этот четверг в нашей торгово-промышленной палате в Российской Федерации было мероприятие именно представители нашего проекта, А это финансисты, аналитики, это маркетологи, и это административный состав тоже проводили и презентацию, и переговоры с 11 представителей стран Африки. Всего лишь за один год. Понимаешь? Всего лишь за один год. И вот я тебе отвечаю на этот вопрос. Вот что сделано. Что было сделано, какие сложности прошел проект. Да, это было сложно. Да, приходилось менять концепцию. А для чего? Чтобы дороже, чтобы побольше прибыли. Ну, за миллиард можно было еще три года назад продаться. Нас хотели купить. Ну, а потом хотели купить за 5 миллиардов. А если 25 миллиардов есть покупатель? А потом 25. Ну, никто не будет продавать, потому что это от такого уровня. И такие проекты, они создаются очень редко. А уж тем более нам с вами здесь участвовать. Поэтому если и будет он продаваться, то очень-очень дорого. Да, придется подождать. Но извините меня, какие у вас сейчас есть инструменты, вот какие есть инструменты, которые вам дают, дадут короткий вот срок, а какой короткий? Ну, там, в течение года. Ну, сейчас моя так фантазия, там, полтора года, да? Тысячные прибыли. Надежно, законно, легально. Лично у меня нет. Если у кого-то есть, то я пойду к этому человеку. Тысячную прибыль. И чтобы была у меня защищенность. Вот такая же самая, как здесь. Я пойду, я принимаю предложение. Лен, следующий вопрос. Ты сейчас употребила такую страну, как Америка, да? Мы же понимаем прекрасно, кто сейчас Америка и Россия. И вот насколько стоит доверять тому, что мы, инвесторы, получив свои деньги, вообще есть какая-то тут связь с Америкой? А при чем здесь, ну, какая-либо, допустим, страна? Мы же не в политику играем. У нас международный бизнес, не зависящий ни от кого, ни от чего. Пусть там хоть что устраивает, пусть там летают, там что. Нас вообще-то никак не касается. Американский венчурный фонд. Вообще-то это на минуточку, это очень круто. Опытный американский венчурный фонд, фонд, который организовывает, организовывает наши переговоры, ведут полностью весь этот процесс. Это их организация. То есть этот фонд, который, он специализируется на том, чтобы, вот, допустим, я продавец, а ты покупатель. То есть он находит и продавцов, и покупателей. Это не значит, это мы не первые в этом фонде. Этот фонд находит точки соприкосновения, и он ведет полностью все эти процессы. Это не один месяц. То есть несколько фазов переговоры, они должны быть, но на несколько месяцев. Ну, там, год, там, ну, несколько месяцев. Они годами, конечно, не идут переговоры, но несколько месяцев, да. Это раз. А что касается защищенности, так, а при чем здесь американский фонд? Вообще-то сейчас фонд регистрируется на Маврикии. Маврикии вообще-то по фене. Откуда ты и что? На Маврикии там много, это так мировой финансовый хаб. Там ни один такой проект продавался. Вот и все. Фишка в том, что мы будем продаваться уже не как частная компания, а частные компании дешевле, если честно, они продаются. А мы, это как, вот как WhatsApp, Viber, они продаются как частная компания. Apple как частная компания. Instagram как частная компания. А вот уже, а если через фонд, понимаешь, то это дороже. Это дороже. Это уровень совсем другой. А нам что надо? Нам надо дороже. Ну, правильно, ты сказал, что 89 стран, значит, здесь нет русских, американцев, китайцев. Тут есть... Нет, ну, в смысле, они-то есть, здесь все есть, но нету тут там предпочтения кому-то или вот вы есть, а этих мы не берем здесь. Поэтому здесь и проводится верификация на санкционные списки. А на санкционные списки это те, которые там какой-то запрет поставили, там миллиардер какой-то там сейчас хочет тут отмыть бабки. Нет, такого не получится. Специально входа сейчас вот таким, пока регистрация фонда идет, нет таким ни людям, ни юридическим лицам. Нет такого входа. Не пускают этих людей. Я напомни, пожалуйста, нашим зрителям, минимальный вход, минимальный стоимость, я бы так сказала, минимальная стоимость абонемента, я бы, например, так это назвала. Быть участником фонда, это вот для меня, допустим, я когда сижу и говорю, так, круто, я венчурный инвестор. А потом я такая, я уже член фонда. То есть у меня это вот, может быть, это, конечно, там, меркантильность, не знаю. Вот эти фишки, скажи, что это дает человеку, да? Вот прям вот так вот. Ну, слушай, что касается вот этого минимального порога входа, ну, для меня это как бы участвовать в таком проекте и просто заработать себе на нижнюю челюсть, ну, две тысячи долларов, ну, это смешно. Ну, это смешно, ну, вы что, не можете, ну, зачем минимально? Есть, вот у меня, в моем понимании, если тебе там надо дом, там, квартира, там, машина, там, выплатить, там, кредит, там, ипотеку избавиться, да? Ну, как бы, тогда да, тебя, а просто, чтобы, ну, потренироваться, сделать пробни, там, минималка, ну, минималка, ну, что, ну, 200 долларов минималка. Ну, и что, ну, две тысячи долларов ты получишь. Ну, это сходить к стоматологу. Или купить хороший, там, набор постельный, матрас, подушки, ну, и все. Ну, а что тогда идти? Что, больше таких денег нет, где больше доработать? Здесь надо понимать, если тебе надо серьезные деньги, ну, серьезные, я, допустим, о серьезных деньгах. Потому что у меня этого, мне это все тоже надо, между прочим. И размениваться, какой минимальный уход, ну, есть вот так вот, я скажу. Есть одна акция стоит 76 долларов, а есть одна акция стоит 23 долларов. Вот и выбирайте, вы какую хотите купить? Ну, 23 доллара, это, ну, евро, евро сейчас я, доллары, 23 евро. Ну, чем больше, тем вы опытом покупаете больше долей. А чем больше долей, вот, в доме, да, вот мы сначала говорили о доме, чем больше у тебя квартир, ты же владеешь больше квартир, да, ну, тем больше ты получишь, ну, это понятно, чем тот человек, который купил, допустим, одну квартиру. Ну, что, он получит сверху две тысячи долларов, а ты получишь 200 тысяч долларов, или 2 миллиона долларов, ну, разница есть. А вы участвуете в одном доме. Он одну квартиру купил, а ты купила 10. А вы, а дом продается в одно и то же время, он раньше не продался там, и он не может, и ты не можешь продать свои доли. Этот человек не может продать. Дом продается целиком. И все, и каждый получает. Поэтому чем больше долей, ну, это все понятно, чем больше долей, тем больше денег. Ну, то есть, я правильно понимаю, что можно купить одну акцию за 75 долларов, да, если, ну, если человек хочет получить тысячу долларов. Ну, нету такого, знаешь, нету такого, что одну акцию, есть пакеты, есть долевые пакеты. Ну, в пакетах есть, максимум стоит там 76, я сейчас округляю, евро, и минимум 23 евро за одну долю. Ну, там пакеты, это раз. А пакеты что же, ну, к примеру, вот, допустим, ты купила минимальный пакет, ну, за одну долю твою, за одну долю, будет, получишь ты одну тысячу долларов. А те, которые, там, где 23, одна акция в большом пакете, да, ну, ты, к примеру, получишь 5000 долларов, ну, прибыли, за одну акцию. Ну, разница есть. Ну, тут надо сразу на старте решать, какие деньги надо человеку. Если на зубы, на челюсть, пожалуйста, достаточно маленького. Кто дает, какие преимущества дает фонд? Не компания, да, то есть, а фонда. Вот для меня вот от фонда так звучит прям. Какие преимущества дает фонд? Ну, во-первых, это получить деньги легально, законно. Ну, у нас только так, по-другому никак. Во-первых, ты максимальную прибыль, он дает возможность нам по максимуму продать дороже. Понимаешь? Дороже проект. Ну, чем он дороже, тем он защищенный. И самое главное, это лично для меня, самое главное, это та возможность, что я после продажи вот этого проекта, я все равно остаюсь в фонде и участвую, и уфинансирую другие проекты. То есть, и на потоке есть возможность получать не один раз тысячную прибыль, а несколько раз с каждого проекта. Но это опять, это не для всех, не для каждого, это не для всех, короче. Это на определенных условиях. Но такая возможность есть. Ну, а как бы на минуточку тебе как вот. Или играться вот это на бирже, вот играться, да, валидом, да, принимать вот это вот. Куда рынок пойдет, да, в депрессию вгонять сидеть в себя и быть вот этим вот шаманкой какой-то, да, бегать, ну что, вложить мне, не вложить, ну это, ну бред сивой кобылой. Или ты один раз проинвестировал, знаешь, не бьешь в эти, ни в бубны, не бегаешь по этим, как его, ты куда делаешь? Алло? Алло? Я чуть одна осталась. Алло? Я здесь, 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 просто я, просто у меня не, связь немножко ушла, я все, я здесь. Я поняла. Да, да, поэтому это просто так волна, это интернет называется. То есть, мы можем так сказать, вот допустим, я это применяю у себя в переговорах, я ему говорю, допустим, мы девчонки все взрослые, да, и я говорю, хочешь пассивный доход? Вот хочешь просто из денег сделать деньги? Каким образом? Ну, во-первых, ты можешь те деньги, которые у тебя лежат в банке, и ты кормишь банки, да, ты можешь их перенести в фонду. Потом, когда ты их нарастишь, то есть, к этой сумме ты приделаешь три нуля, когда ты их нарастила, ты часть денег взяла, покрыла свои потребности, ну, купила матрас, машину, квартиру, что-то. А часть денег ты оставил, чтобы снова к этой сумме приделать три нуля. И я говорю, хочешь такую работу? Я не говорю, что ты должен уйти с той работы, которую любишь. Но я не так давно встретилась с одним человеком, это был год назад, когда он меня спросил, Марина, сколько у тебя источников дохода? И я с такой гордой головой, ну, это прям такая, я крутая, и говорю, три. А он говорит, у такого, в таком возрасте, да, не у такого, в таком возрасте, должно быть их как минимум десять. Потому что три, это всегда опасность, что-то потерять, что-то пошло не так, ну, и т.д., и т.п. И когда здесь я узнала, что это фонды, и до этого момента, я же, как думала, нарастила, закрыла потребности, все. И когда пришла вот эта информация про фонды, потом я узнала про эту информацию, что уже есть очередь из всех людей, из предпринимателей, которые хотят создать свой продукт, и наша компания будет, вернее, компания-разработчиков нашего продукта будут делать. А это тоже инвестиционные моменты. И я поняла, что у меня очень хороший источник дохода. Я правильно понимаю, Лен? Да, да. Отлично. Смотри, следующий вопрос. Когда сроки продажи этого проекта? Когда человек может быть миллионером-миллиардером? Ну, во-первых, тебе никто не скажет. Здесь нет такого, что все, такого-то числа, такого месяца мы продаемся. Смешно. Такого нет. Сейчас у нас стоит очень, скажем так, большая, амбициозная задача. Какая? Пока идут переговоры. А они, допустим, в арабских странах запланированы переговоры до февраля месяца. Этим временем, ну, как я уже озвучила, в четверг была проведена встреча с африканскими представителями 11 стран с африканскими континентом. То есть мы не сидим, не ждем. Далее. В это время, в это время идет набор у нас далее разработчиков и еще маркетологов. Основная часть, сейчас мы набираем разработчиков. И уровень, чтобы у них был сеньоры выше, а это топ уровень. То есть для чего это делается? Пока идут переговоры, пока идет регистрация фонда, мы должны успеть доделать наш криптокошелек, запустить для арабских стран, но у них там они попросили сопровождать какое-то там мероприятие, у них каждый год проходит, сделать такое сообщество, чтобы было легче проводить, проходить, ну, хадж, я честно не понимаю, что это такое, но для них это очень важно. И мы должны для них это все сделать, успеть. Далее, потом вот были переговоры с африканцами, а там пустой рынок вообще, там вообще пустой рынок. Тоже для них мы должны что-то сделать, но мы должны показать, мы должны показать, что мы можем, какую мы им пользу принесем. То есть такой, ну, вы понимаете, за миллиарды сейчас ты такой крутой, растопыркин, да, и сейчас мы тебя купим. Ага, хер раз-два, да, как говорится. Ты покажи, чем ты вообще нам будешь полезен. Чем ты нам днешь? Что ты для нас? У нас, это во-первых, вот такие-таки проблемы. Они озвучивают свои проблемы, континентальные, да, региональные, проблемы озвучивают. Наша задача им помочь показать, что вот мы можем таким образом решить вашу проблему. Все, у них глаза на лбу были. Все, а наша теперь задача, пока идут переговоры, быстро это все внедрить. И когда мы это все внедрим, переговоры уже со всеми закончить, а мы уже, вот они, мы уже все построили. Не только и крышу сделали, а и разрисовали, укладку себе, и дизайнер перед двором сделали, и лифты там всякие изумрудные, понимаешь? Вот что, пока они там свою работу делают, мы свою работу делаем. Для чего? Для большей дохода. Но деньги, деньги, все, вот чтобы дороже продаться, все. Но я на одном брифинге слышала такую фразу, что один из учредителей сказал, что наша задача до Нового года продастся, по той одной причине, что мы срочно должны продавать тоже свой продукт, это marketplace. Как ты можешь прокомментировать? Ну, ты знаешь, мы так все, никто не скажет, потому что, когда конкретно продажа, когда конкретно продажа, потому что подписаны документы, он не разглашит, на минуточку, на минуточку. То есть, мы готовы уже сейчас к продаже, и юридически, и технически, мы готовы. Вопрос, за сколько? Вот и все. Да, 90% того, что есть возможность, что вероятно, что и к Новому году. Вопрос, за сколько? Если вопрос будет в цене, а мы будем предполагать, что, допустим, там у нас сейчас 37 миллионов пользователей, дороже мы станем, когда у нас будет 50 миллионов пользователей, а в два раза дороже мы станем, когда 100 миллионов пользователей. И если, к примеру, перед Новым годом будет, сейчас моя фантазия, это не значит, так и будет, да, к примеру, ну, чтобы было понимание, будет 80 миллионов пользователей перед Новым годом, то, конечно же, о какой продаже будет идти речь, мы добьем до 100 миллионов и продадимся там не за 40, а за 80, за 60, может, за 120, миллиардов, миллиардов. Тут уже разница даже на 5 миллиардов больше, то в наших портфелях больше будет денег. Вот и все, прибыль будет больше. Ну, естественно, если мы говорим, что Zoom 106 миллиардов, а Jam Space в нем намного больше функционала, потому что мы в Jam Space что делаем? Мы звоним, пишем, мы проводим конференции, мы проводим Zoom, мы там платежная система, мы переводим деньги, там встроенный искусственный интеллект, чат GPT, который помогает нам презентации делать, посты, все что угодно. То есть, конечно, брать функционал, и когда я первый раз услышала про 40 миллиардов, я как-то меня трибернула, почему? Потому что думаю, а почему так мало-то? Почему так мало-то? Вот. Поэтому, а потом мне объяснили, потому что Zoom был первый, о нем еще вот, и теперь наша задача сделать лучше, чем Zoom, лучше, чем WhatsApp, Viber, и когда мы все это соединим вместе, да, а там такие же соцсети, я забыла сказать, там же такие же, мы пишем посты, мы такие же каналы ведем, то есть, для меня Jam, это вот все мессенджеры взять, в принципе, и все это в одной системе соединено, то есть, не надо пользоваться отдельно, отдельно чем, потому что, когда я захожу туда, я выполняю все то, что я делаю частично в каждом мессенджере, у меня тогда возникает, а, и тогда я хочу у тебя вот такой вопрос спросить, то есть, мы можем продаться сегодня, завтра, в декабре, в январе, но однозначно не через год, потому что, не, 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 да, потому что у нас новый проект Marketplace, который мы выводим на продажу, и эта компания, которая продает этот продукт, должна заниматься уже продажей следующих. Отсюда вытекает вопрос, если мы говорим, ты сейчас сказал, что все доработано, почему до сих пор продаются акции? Вопрос. Ну, во-первых, смотри, пока еще, ну, владельца нет одного, мы с тобой владельцы. За какие шиши должен существовать проект? К тебе же вопрос встречный. За какие шиши? Ну, во-первых, там работают люди, маркетологи работают, работают, они же не за сукак работают, нет, люди работают, им надо платить деньги. Дальше, разработчики работают, а мы их еще и покупаем, и мы же еще и их покупаем. Платить надо зарплату? Надо. Дальше, на рекламу выделять деньги надо, сейчас очень мало идет на рекламу, 100 тысяч евро, это, фу, это вот так вот, а надо 20 миллионов евро. Понимаешь? Мы сейчас, опять сейчас у нас вот стоит, вот как я сказала, да, большая задача на доработку, успеть сделать, пока идут переговоры. Это огромные деньги. На это, на все надо деньги. Ну, это как дом, возвращаясь в дом, его же надо достроить. Внутреннее, считай, что мы еще делаем внутренние ремонты, не абы какой, а евро, евро, это дорогое, евроремонт с дорогими всеми этими, какими, ну, ты поняла, да? Татскими, да. То есть, Лен, я правильно поняла, сейчас поехали представители компании в Арабские Эмираты, то есть, ну, в тот рынок, потому что, насколько я знаю, что это самые дорогие, платежеспособные, вернее, люди, вот, и, ну, поскольку это определенный мир, куда просто так, как ты сказал про WhatsApp, просто так не зайдешь, это тот мир, куда надо зайти, чтобы тебя пригласили в первую очередь, приняли во вторую очередь, потому что без приглашения в этот мир никто не заходит, а мы, получается, компания уже добилась таких рангов, когда ее приглашают, и насколько ты, вот мы с тобой в прошлый раз разговаривали, ты говоришь, очередь стоит из людей, которые записываются на определенные переговоры, а у компании уже эти переговоры все расписаны, да, да, расписаны, даже люди просятся, они не, ну, не успели вписаться в регламент на оффлайн, то есть встречу на земле, записываются, вот, до февраля, чтобы успели им сделать презентацию онлайн, онлайн, потому что там тот рынок, это как бы мы разбалованы, у нас тут много всего есть, да, куча приложений, там, Европа разбалована, на том рынке нет, а они хотят владеть именно своим, именно своим, понимаешь, и это для них новое, и они хотят решить свои задачи, и иметь свое такое, и иметь свое такое, поэтому, конечно, и вот как ты сказала, что, там вообще, ну, менталитет другой у людей, там, там идет через личное общение, и через уважение, то есть, вот это о пафосных, там не принимают, что вот раз показал, мы крутые, давайте нас покупаем, нет, там нужно сначала познакомиться, там, показать, кто мы, что мы, чем мы владеем, и чем мы можем быть вам полезны, опять, берут обратную связь, какие проблемы в этом регионе, и мы даем обратную связь, как мы можем вам решить, почему-то там пользуются, тем же самым ватсап, ватсап не пришел к ним, не поклонился, представители ватсапа, и не сказали, давайте мы вам тут нарешим ваши какие-то задачи через наше приложение, нет, такого не было, ни телеграм, ни вайбер, ни ватсап, ни сигнал, там, ни вот эти вот, никто это не сделал, это мы первые, которые, поэтому, учились дань уважения, и они, не то, что так, все класс, мы берем, нет, они посмотрят, ну, во-первых, у нас регламент нужно посетить все шесть стран, на минуточку, все шесть стран, и все, и переговоры, переговоры должны, ну, произойти так, как и запланировано, все, иначе это нарушение будет, понимаешь, все мы должны вот это пройти, что вот так вот быстро, вот это, ой, вы такие классные, давайте, вот вам котлета, мы вам сейчас забираем, нет, извините, они смотрят, мы на них, они на нас, так вот решаются именно там, вот такие вот дела, так же самое и вот в четверг с представителями Африки, они сразу начали сыпать для наших, какие у них трудности, сможем ли мы помочь решить их вот эти вот задачи, а для наших это тоже задача, но это так быстро, так, ну, не решается, надо, если человек покупает, то он уже должен купить продукт, который решает его, ну, задачи на его территории, а не то, что он купит, а потом ему самому нужно придумывать, ну, понимаешь, ну, тем более, что деньги, эти, разговор идет у миллиардов, они должны сразу купить тот продукт, который уже решает, уже отойдет много задач, вот мы настроены на азиатский рынок, африканский и на арабские страны, потому что они голодны к этим технологиям, у них там нету, этого нет. Так, Лена, у меня еще куча вопросов, конечно, осталось, но я обещала экономить твое время, час уже прошел так, как будто на одном дыхании, вот, я предлагаю сделать паузу и попросить снова тебя о встрече, а я просто подытожу, да, на основании тех вопросов, которые вы сегодня прозвучали, ты потом мне дашь обратную связь, все ли я правильно поняла и правильно ли я донесла, то есть, одним словом, у нас есть венчурный проект, у которого нам повезло, посчастливилось оказаться, быть его соучастником. Почему? Потому что это впервые вообще в жизни бывает, потому что венчурный рынок, он закрыт. И если кто-то кому-то делает такое предложение, он как бы впускает в закрытое сообщество, поэтому все, кто здесь находится, кто меня слышит, тот, кто хочет присоединиться, имейте в виду это. Второе, компания, восьмой год, это говорит о том, что компания уже твердо стоит на рынке, что это далеко не стартап, у которого могут быть проблемы, эта компания прошла уже несколько аудиторских проверок, о чем пишут СМИ, газеты, как за рубежом, так же и у нас, потому что я видел кучу публикаций, где рассказывают про этот проект, что наше приложение намного функциональнее, нежели все приложения, о которых мы знаем, и если пользоваться только им, то можно сократить себе походы в эти приложения, потому что они занимают реально много времени. Вот. В-четвертых, откуда тысячная прибыль? Потому что мы инвестируем миллионы, получаем миллиарды, и всем понятно, если умножить это, прилипеть три нолика, то значит, если вы хотите купить машину, хотите купить ее за три миллиона рублей, да, то вам надо сколько инвестировать? 300 тысяч. То есть задумайтесь, каждый, кто меня сейчас слышит, речь реально про это. Вот. Кому-то, у кого-то не будут укладываться в голове, но я могу об этом говорить, потому что я здесь два года, я сейчас уже нахожусь в приближенных кругах этого сообщества, поэтому знаю, о чем говорю. Математика вообще легкая. У кого ипотека, которой висит ермо, стоит им, или эта ипотека пятьсот пять миллионов. Умножьте на это. Я вам сейчас рисую просто цифры. Все это в индивидуальных расчетах, приставляется, это я вам так, чтобы у вас ложилось на голову, сколько нужно внести, и насколько вы можете 24-й год, когда вы будете его провожать, не 23-й, а 24-й год, вы можете сказать, как здорово, что я это предложение принял, я решил какие-то, какие-то проблемы, какие-то задачи. Поэтому в нашей компании работают самые высококлассные специалисты, которые мы перекупаем из других компаний, потому что мы не справляемся с теми задачами, потому что их очень много, очень большие глобальные задачи, и мы, помимо нашего отдела разработчиков, мы привлекаем высококлассных, выкупая их из других компаний, чтобы сделать наш продукт максимально эффективным в самые короткие сроки. И то, что продукт будет продан однозначно, ну, я так думаю, что в ближайшие полугода это 100%, почему? Потому что, ну, потому что, вот, очень много читаю, очень много изучаю, много очень, уже знаю, вот. Тут же возникнет, может быть, вопрос, мы его не осветили, как так к вам придут деньги, но, поверьте мне, вы будете удивлены, как легко к вам придут эти деньги. Об этом мы расскажем дальше в следующих сериях. Вот. И зайти можно, если у вас есть задача купить постельное белье, вы можете купить с этой платформой, инвестирует всего лишь 151 евро. И спать на шикарной кровати с матрасом, с ортопедическим и с подушками. И говорить, как здорово, что когда-то я услышал Маринку Журавкину и Елену Щапову и поверил им, что кровать я имею право купить. Вот. Но остальные уже задачи мы обсуждаем в личных беседах. Мы уделяем каждому большое количество времени. Почему? Потому что это новый проект, он настолько интересный, поэтому возникает много вопросов. Ну, хочу сказать, он не такой уже, как и новый, да, вот я в завершении, да, Мариш? То есть времени здесь на подумать уже просто нет. Мы не преувеличиваем. Мы слишком масштабны для обмана. Мы слишком известные. Мы слишком популярные. Поэтому и время на подумать можно сказать нет. Если раньше было, когда я приходила, дверь была открыта, то сейчас она приоткрыта. Вот и все. Вот в чем разница. Каждому проекту всегда, такому, всегда есть довершение. И он завершается. Все, он дорабатывается. Все. И продается. Да, поэтому есть такой момент, когда говорят, если бы знал, соломки подстелили. Да? Я очень часто употребляю это в переговорах. Я им говорю, а вы не думайте, что я вам сейчас принесла вот тот пучок соломки, чтобы решить ваши глобальные задачи. Вот. Поэтому кто-то идет, покупает машину в кредит, кто-то оформляет сегодня ипотеку, подписывает себе не бессонные ночи и, ну, работать на волокордина, на валерьяновку. Почему? Потому что это очень серьезная нагрузка. А кто-то просто покупает определенное количество акций и знает, что он эту машину купит в следующем году. Без ущерба в финансах, в нервной системе. Ну, и с такими наставниками, как я, Елена, поэтому все очень прозрачно, поэтому вы пишите в личные комментарии, в личные сообщения, вы пишите в чате, я обязательно ставлю «Еленин контакт». Елена очень отзывчивая на все вопросы, потому что у нее настолько большое сердце и настолько много знаний, что она готова это делиться. Конечно, в рамках не поболтать, а присоединиться. Только в этих рамках. Поэтому, кому хочется поболтать, скажите, я вам скину ссылку, где про эту компанию много пишут. А кому нужны деньги, поэтому пишите нам. Поэтому я благодарю, Леночка, тебя, я благодарю наших зрителей, которые будут нас смотреть, ну и благодарю тех людей, которые примут решение присоединиться к фондовой, обратите внимание, как это звучит, к фондовой рынок. То есть стать участником фонда, венчурного фонда. Это звучит круто. И когда у вас спросят, а ты где работаешь, а ты скажешь, я, я работаю в венчурном фонде. Вы представляете, у вас это говорить, у вас будут крылья сзади расти, а человек, собеседник, скажет одно слово, ну ты крутая, потому что он даже не знает, возможно, что такое, в венчурный фонд. Поэтому всем до свидания, всех обняла, до новых встреч.